со свиданец и мы на канале тонн тв в рамках передачи акулы пера я представляю я леонид луцкий представляю своего спарринг партнера журналиста алексея лоренцона здрасьте так хочу тебе предложить тему совершенно никогда не политкоррект обожаю скользкую и я думаю в данный момент при таком объявлении наши ультралевые друзья уже приступили к мониторингу этой ужасной российской русскоязычной прессы сми но тем не менее угрозами хочу тебе рассказать одну историю история быль произошла достаточно давно поведала мне и и значит очень милая интеллигентная женщина которая вела курсы адаптации там устройство на работу вот такие абсорбционные для фалашмуры и дан мура это община из эфиопии которая отличается от пепе пепе первично репатриирующихся в 80-е годы общины фалашей отличается если не ошибаюсь тем что они приняли христианство уже более ста лет назад есть даже да а если говорить еще точнее то можно вспомнить протесты значит предыдущая ли и которые активно доказывает эфиопской что они не евреи и категорически возражает против их привоза таковы факты там кстати были депутаты кнеста значит представители эфиопской общины и так рассказываю историю значит группа порядка 15 эфиопских женщин различного возраста с татуировками крестами на лбах значит и надо с ними как-то работать мадам психолог понимает что языковый барьер непреодолим с ивритом там бубочка значит что она при ей приходит на ум гениальное решение она раздает фломастеры листы бумаги там есть кто-то кто может как-то перевести с иврита значит и просит нарисовать счастье так вот нарисовали они очень много половых мужских и женских органов много детей и много еды это было представление от счастья в результате значит на то есть возражение против какого-то из этих пунктов нет не всем нравится в результате много трудных бесед значит она выяснила следующие вещи поскольку это были исключительно это не было эфиопская интеллигенция еврейской задисабебы которая есть замечательная вот эти были очень сельские жители и выяснились следующие обстоятельства значит эти дамы не понимают зачем платить за воду которую и так дает господь значит эти дамы не совсем понимают товарно-денежные отношения они их сильно напрягают потому что говорит одна женщина когда ей понадобилось новое платье она взяла двух кур пошла в соседнюю хижину к своей соседке отдала двух кур от откил какие-то некие отрезы вырезала дырку обметала у нее получилось новое платье более того идет беседа впереди сидят две молодые значит эфиопки одна беременна вот сколько у тебя детей они отвечают у нас сестрой 11 детей на двоих беременную спрашивают а кто муж он меня посетил ночью я не знаю кто то есть на лицо полигамия явная и вот я хочу спросить тебя нужно ли вести таких людей поскольку мы имеем дичайшие суицидальные случаи кошмарные нужно ли их напрягать идет развитие алкоголизма потому что у них есть ген не расщепляющий нет этого гена расщепляющего алкоголь а пиво в эфиопии было безалкогольным нужно ли их возить и кому это нужно кроме партии шанс поскольку эти дети их дети идут в религиозную школу смотри давай не будем вдаваться в генетику в генетику по поводу наличия или присутствия генов что-то там расщепляющих мы в этом с тобой не специалисты это действительно такие вещи не стоит обсуждать не будучи специалистом что же касается твоего вопроса заданного прямо в лоб нужно ли завозить у меня я тис отвечу сразу и и коротко и и конкретно не знаю я не думаю что этот вопрос вообще он не нет корректен не полит корректен заметь а корректен дело в том что котлеты отдельно мухи отдельного вопрос нужно ли завозить наверно надо обсуждать до тех пор пока решение о привозе а прибытии этих людей не принято с того момента как правительство по тем или иным причинам которые можно критиковать которые можно разбирать по косточкам приняла это решение и они сюда приехали с ними надо их надо что называется вводить в общество это отдельная задача трудно разрешимая иногда с большим успехом разрешимая будет время об этом поговорим но по но когда это решение принято то никакие и и полит корректно здесь не причем никакие сомнения в том что этим людям надо помогать в этом в обществе в другом к принципиально отличающимся от того общества которым они в котором они росли а сва как-то обустраиваться сомнений в этом быть не может потому что иначе мы создадим гораздо большую проблему чем та которая имеем потому что сам мы начнем когда мы начнем людей делить людей на черненьких и беленьких и так далее мы быстро докатимся до того до чего мы вряд ли хотели бы доказаться опять-таки подчеркиваю полит корректно здесь ни при чем как помогать чем помогать это тоже другой сложный вопрос знаешь как бы подыгрывая тебе могу сказать я довольно часто слышал его политики любят цитировать политики не имеют права не разбираться в вопросе фразу одного высокопоставленного деятеля иссахнута который занимался этой проблемой репатриации так сказать слово репатриация в фалашмуре не относятся фалашмура приезжает в израиль не по закону о возвращении соответственно слова репатриация здесь не годится они приезжают по закону о въезде . любой человек может въехать в израиль по закону о въезде и пройти процесс натурализации так и они въезжают по закону о въезде другое дело что им про и водятся при этом по настоянию они то ли той партии который ты упомянул то ли другой какой-нибудь не некомпетентен обращайтесь к луначарскому им проводится довольно странное для иудаизма и вы скажем так на мой не очень компетентный взгляд сильно противоречащая практике иудаизма процедура массового геюра ускорено массового рода миссия и тогда но то как только эта процедура над ними производится по прошествии там одного двух трех лет их пребывания стране все тут . конец сообщения геюр процесс перехода в принятие еврейской религии означает принятие еврейской национальности отношения к ним ничего не поделаешь нравится тебе это или не нравится должно быть такой же как евреев евреи теперь свою оценку титар гуман так вот этот сахну чик чему я веду я сам себя перебил он сказал что этим людям приходится при обдалевать временную разницу в 300 лет вот это вот эта фразочка брошенная так походя она на самом деле говорит об уровне непонимания этим человеком вообще элементарной истории человечные знания ли металличу разница в 300 лет по сравнению простите с кем их общество пи общество в той стране откуда они живут ними не менялась наверно последние 30 тысяч лет за исключением мелких технологических подробностей если речь идет о европе то европа 300 лет все таки назад скажем так это мы говорим об эпохе дефо и джонатана свифта наверно все таки больше понимала в тех вещах о которых ты говоришь товарно-денежных отношениях и моногамии чем то общество откуда эти люди преодолевают действительно разницу не в не 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 в сотни лет и даже не в тысячи лет эти люди преодолевают разницу в планетарную им приходится преодолевать планетарную разницу это совершенно другое общество по другому по другому живущие ну повторяю у меня нет ответа нужно ли их завозить я насколько я знаю по на правительство многие правительства израиля этот вопрос так или иначе решали и скажем так откладывали решение этого вопроса до откладывались до того что лагерь в которой этот эти люди пребывали там из из разных деревеньев его пи в районе одисабебы кажется он находится разросся и превратился в социальную болячку и эта болячка естественно от этой эта болячка экранировала свою свою боль на государство израиль на шкурсу израиль была виновата в виновном в его создании это болячку надо было как-то лечить лишено было лечить хирургическим способом просто этот лагерь закрыв скал мол так вот все кто в этом лагере есть тех завезем а на этом и на эт и на этом тему закроем кстати был это решение было принято но она еще не выполнена я тебе вынужден прервать поскольку наш эфир подходит концу вот но тему мы затронули достаточно интересно мне кажется что есть о чем поспорить и продолжить значит спасибо тебе огромное за это начало а это была передача акула опера в рамках и тонн тв всего доброго до свидания а